В связи с Желанием Соблогеров, Яма, скажите, пожалуйста, когда я наблюдаю давно за вашей деятельностью, давно знаю вас, у меня стоит впечатление, что вы, как персонаж известной испанской книги, боретесь единственное за права пенсионеров и так далее. Неужели за эти годы не появилось здравых экономистов, которые встали на вашу сторону и пытаются из других фракций? Есть ли такие люди? Я вам сказала, во-первых, я это же вам назвала в пенсионном фонде доктор экономических наук, тоже экономист математика, и многие вещи, допустим, отказ от накопительной пенсионной системы, он тоже поддерживал. Что касается КПРФ, как ни парадоксально, мой основной союзник по пенсионным вопросам в КПРФ, это академик, математик, академик с мировым именем Борис Сергеевич Кашин. Потому что, я уже сказала, что, ну это, конечно, не его уровень математика, не Кашина, но тем не менее в расчетах пенсионных там очень много математики. Это модели, если это применительно к МПФ, это актуарные расчеты, а применительно к всей стране, ну просто имитационные некоторые модели, достаточно простые. Ну вот, но все-таки расчеты. Поэтому там очень важна математическая составляющая. Поэтому, что касается КПРФ, они поддерживают, ну вот, не просто так вот, потому что они поддерживают, но и там есть человек, который этим занимается, не, собственно говоря, не пенсионным законодательством, ну как академик, ученый с мировым именем, он в состоянии разобраться с расчетами. Математически понятно. Да, математически понятно. Понятно. Так что математически тут все просчитывается, тут абсолютно очевидно. Тогда зачем? Почему они не видят тогда... Накопительная часть, это уже 580 миллиардов ежегодно, и скопилось свыше 2 триллионов рублей. За 2 триллиона рублей я создам экономические школы. Вот если бы 2 триллиона дали нашим математикам и сказали «докажите», они бы вам доказали, что дважды 2, это, значит, не 4, а 5, а в некоторых случаях 6, а встречаются единичные случаи, что это может быть и 7. Приблизительно. В чем приблизительно? Представляете, какие деньги? Это же не только в этой области. За 20 лет у нас на уровне ЕГЭ школьного вдалбливают либо неправильные вещи, либо какие-то вульгаризмы. Не только по этому вопросу. А надо сказать, я могу сказать, пенсионная вообще, вот это я уже как научный работник, экономист могу сказать, она вообще на периферии осталась. Ну вот как бы основной, мейнстрима основного экономического. Потому что там есть, ну вот, например, доказательства о том, что накопительная пенсионная система в масштабе страны большой заведомо менее эффективна, чем распределительная, солидарная. Ну вот я это впервые доказала, просто построив модель. Хотя мне кажется, что там никакой сложности не было. Ну, просто доказательство вот этого, то, что я ответила на вопрос уважаемого журналиста СМК, что, ну, как бы показывают и модель, и практика. Я вам могу потом сказать, какая. Она показывает, что обесценение идет гораздо более быстро, чем любое ухудшение демографической ситуации. Так вот, опыт Швеции. Швеция перешла с 2004 года, то есть это у них около 10 лет. Внедрение накопительного элемента. И, ну, Швеция страна честная, все там работают честно, все там прозрачно. Можем посмотреть, что там с вот этими накоплениями. Там обеспечена доходность чуть-чуть выше, чем инфляция, но существенно ниже, чем темп роста средней заработной платы и чем темп роста номинального ВВП. А для того, чтобы обчинка стоила выделки, это должно расти, ну, как минимум темпом на уровне темпа роста ВВП или средней заработной платы. А тут существенно ниже. Вот за 10 лет ВВП Швеции выросло 1,9, ну, практически в два раза. Доходность 1,21, то есть там 90% рост, прирост, а тут 21% прирост. А инфляция 19%, ну, вот, за там накопленные. Вот, и, как бы, видно, что по отношению к ВВП это абсолютно обесценивается. Даже в Швеции. То есть примеров нет. И здесь системная ошибка, но тоже не нужно думать, что в других странах финансовое лобби, оно такое вот беззубое, что там думают только, значит, как бы о пенсионеров, о государстве. Но все равно они живут лучше, чем наши пенсионеры. Живут лучше, потому что у них за столько лет, у них была распределительная пенсионная система, и у них средняя пенсия 70%, коэффициент замещения. Вот о чем разговаривание. В результате введения накопительного элемента он у них снизится. Вот. Он снизится, и он уже снижается. Не так ощутимо. Ну, не так ощутимо, конечно. Конечно. Он будет у них 65-67. То есть, может быть, и цель была, что так просто они не могли всем снизить, сказать, товарищи, мы вам пенсии, значит, снижаем к завтрашнего дня. А вот через накопительные, значит, может быть, и можно заставить эти деньги, значит, чтобы они работали не, значит, не пенсионером, а увеличивали там коэффициент сбережения и так далее. Вот. Ну, понимаете, это шведские вопросы. И еще посмотрим, чем там дело кончится. И что скажет следующая партия, когда, значит, социал-демократы снова придут к власти. И как они будут клеймить тех, кто, значит, сделал эту пенсионную реформу. И какие они потом проведут расследования, выяснят, какие там были, чьи, значит, финансовые интересы. Но это уже дело Швеции, да? Да, это дело Швеции. А нам надо вышивать. А как нам вышивать? Аксана Геннадьевна, большое спасибо.